И меня прошу сюда пригласить Виктора Александровича, нашего возлюбленного врача, Тарасюк. Также чуть-чуть поближе, чтобы мы вас могли увидеть. Приветствуем вас. Христос Воскрес. Приветствую. И также там есть супруга его, Татьяна, сестра Татьяна, мистер Таня, пожалуйста, чуть-чуть, чтобы мы познакомились. Спасибо. Спасибо. Ну, мы слышали о вас, у вас легенды ходят о том, что вы, ну, если не воскрешаете мертвых, то, по крайней мере, всех больных вылечиваете. Не знаю, это правда или нет, но, если честно, я перед этим покопался в интернете и нашел много таких случаев безнадежных, которых вы как-то вам удалось вылечить. Но об этом чуть позже. А вот ваш путь к Богу, каким он был? Ведь это самый главный путь, это путь к Богу найти. Вот вам посчастливилось родиться в верующей семье или как-то в другим цельствам? Спасибо. Я рад вас видеть. Рад, что красивая погода. Рад, что мы к вам приехали. Впервые вообще в Молдове мы станем. Вот. Мы не думали. Спасибо, Фетя, что пригласили. Я вырос в семье, где, будем говорить, никогда не говорилось о том, что Бога нету, но никогда и не совершались молитвы. Возможно, они совершались в трудные времена в глубине сердца матери и отца, наверное. Как тревога, то до Бога. Я думаю, что многие это пережили. Может быть, мой дух и слышал это, не знаю. Но мне повезло отца мама, то есть моя бабушка, которая красиво имела красивое имя, отчество Прасковья Савична. Сейчас так не называют Прасковья Савовна. Она пела в православном хоре в церкви и у нее мне посчастливилось жить с 7 месяцев до 7 лет. В основном я жил у нее. Она, можно сказать, моя первая наставница и в какой-то мере ман. Она в вечности, но чем чаще я ее вспоминаю, тем она реальнее для меня. В общем, с благодарностью вспоминаю. Вот первые зерна веры, наверное, были посеяны в мою душу от нее. Я видел ее жизнь. Я даже никогда не спрашивал, какое у нее образование, как она училась в школе. Я только помню, что у нее дома было Евангелие, были молитвы и не было того, что так свойственно нам сегодня. Это я с уверенностью заявляю. Я не помню ропота в ее доме. В ее душе, в ее доме. Вот она долгое время жила сама, муж у нее умер рано. Так она не выходила замуж. Вот сейчас я понимаю, что вера ее была глубокая. И никогда я ее не видел в ропоте. Это очень серьезный, наверное, показатель упования. Она прожила длинную жизнь. Около 90 лет она мне сказала, что я насыщена годами. Я прошу тебя просто прислонись к гробу, когда меня будут выносить, ибо тебя я носила. Вот так это мое детство. Потом у меня была уже школьная жизнь и юность. Школьная жизнь подхватила, городская, вининская подхватила мою душу. На волнах материализма, атеизма, спорта, каких-то успехов. Как-то я уже не был так близок к духу церкви, когда в детстве. Ну так, чтобы не занимать много времени, скажу, что о Боге я серьезно задумался, когда оказался на работе после окончания медицинского университета, уже будучи женатым. Жену я себе не выбирал. Может, кто-то из вас выбирает до сих пор, кто-то жалеет, как выбрал, кто-то мучается, как выбрать. Я не выбирал, мы учились в одном классе. Что получилось, то получилось, но она сидит. Она вас выбирает. Возможно, возможно. Я подозреваю, что девушки и женщины посерьезнее в этом вопросе, поактивнее. Но не знаю. По крайней мере, за 30 лет душа моя не пожалела, что Бог мне дал Таню. И будучи уже дипломированным человеком, я не захотел ехать туда, куда меня посылал институт на работу, по причине, что моя супруга оставалась в Виннице на работу. Она не медик, может быть, к счастью. И я не хотел, чтобы мы разлучались. И поэтому я согласился работать там, куда никто не захотел идти после института. Это особая медицина, которая называется судебная медицина, судебная экспертиза. Работая там, я столкнулся с изнанкой жизни, с тем, как люди легко лишают друг друга жизнь, как погибают молодые, мне пришлось побывать в разных ситуациях, в тюрьмах, на дорогах, в лесу, на квартирах, где много крови, много горя, вокруг сыщики, собаки, фотографы, морги и так далее. И вот там я задумался о том, почему люди не умеют жить. Потому что, когда утром приходишь, и тебе просто предстоит скрывать младенцев, маленьких детей дошкольного возраста, которых погубил отец, а потом, когда понял, что сделал, бросился в колодец, и думаешь, что-то случилось. И знаете, тогда я стал думать о том, что есть духовный мир, который забирает у человека разум. И вспоминаю случай, который, как-то вот я рассказывал в своем свидетельстве, то почему-то он производит большое впечатление. На меня как-то уже нет, но мне тогда было где-то 24-25, я пришел на работу, и мне начальник мой говорит, что там просят побыстрее сделать вскрытие. Вот, следователь там спешит, у него много работы, он где-то приехал с области. Вот я захожу, то, что называется морг, это учреждение есть в каждом городе. И на столе молодая 40-летняя женщина, я помню, с красивыми чертами лица, труп этой женщины. И что меня поразило? Поразило, это был ноябрь, поразило то, что, хотя она была холодна, но когда я стал вскрывать, она еще внутри была теплой. И поразило то, что губы у нее подкрашены помадой, и на руке у нее идут часы. И внутри она теплая, а души там нет. И тогда моя душа возглава, наверное, к высшему смыслу. Потому что если жить без смысла, то вначале тебе станет как-то растеряно в душе, а дальше ты даже возненавидишь эту жизнь. Если ты живешь без смысла, не знаешь, для чего жить. Достоевский, которого я люблю, но редко читаю, он говорит, что если душа не будет касаться невидимого мира, то постепенно охладеет к жизни и даже возненавидит ее. И вот я задумался, что побудило эту женщину повеситься. Ну, ответа не было, но я просто взял Евангелие, которое осталось мне в наследство от моей бабушки вместе с одеялом и подушкой. Это такое было мое приданное. Я по человеческой слабости пользовался только дьяволом и подушкой. И когда я стал читать Евангелие, вы знаете, я до сих пор говорю людям такой совет. Вы читайте Евангелие даже там, где вы не понимаете. Но живите теми текстами, которые вам открыть. Будут тексты, которые ударят вас прямо в сердце. Будут тексты, которые вас заставят ерзать внутренне. Будут тексты вам непонятные. Но живите теми текстами, которые просто ваши стали в момент чтения. Потому что не бывает так, чтобы человек прочитал Евангелие и ничего не понял. Это просто нечестно. И вот когда я стал читать Евангелие, то я, знаете, поставил Богу такое условие. Я сказал, Господи, докажи мне, что я могу полчаса жить так, как я тут читаю. Полчаса в сутки я могу так прожить. И покажи мне человека, который так живет, хотя бы одного. И вот я встретился с этим человеком. Удивительный человек. Разница в возрасте была, по-моему, 60 лет. Чуть меньше. И мы стали друзьями. Кто это? Это Вишневский Алексей Сегизмудович. Это он жил в Виннице. Около 60 лет разница в возрасте. И оказывается, что мы стали большими, очень большими друзьями. Мы могли сидеть друг возле друга и понимать. Он был верующим? Он был верующим с войны еще. Он веровал на войне. И вот когда я с ним познакомился, то, в общем-то, автоматически я пошел в ту церковь, в которую ходил он. Поэтому я такой несознательный баптист. Я просто пришел в церковь, в которой принадлежал мой друг. Вот так, как случилось это и в 92 году. Такой есть Виктор Кустовит. Может, вы знаете? Он меня крестил. Ну, вот, в двух словах. Если в двух. Слава Господу, да. А вот это желание посвятить себя в медицине. Вот откуда вот это такое пристрастие, это какое-то призвание? И как вообще происходил этот процесс ваш? Потому что, ну, все-таки, ну, реально, у вас, ну, не знаю, в Украине, как такой хороший специалист. Когда-то Таня подарила мне на 23 февраля, вот такой праздник, вот, в школе, она мне подарила очень дорогую медицинскую книгу в школе. Вы уже дружине с широками вставили? Да, вариантов не было. И подарила мне книгу медицинскую, купленную, наверное, все-таки на деньги ее родителей. И подписала Витеньке будущему врачу. Вот, я тогда помню, так суеверно нахмурил брови, вот, потому что, я не знал, или я поступлю, это дело очень сложное вообще поступить. В медуниверситет было, не знаю, как сейчас, вот. А врачом я хотел быть еще до школы. Я хорошо это помню. И все школьные годы меня интересовала медицина. А до школы хорошо помню. В селе, где я рос, у бабушки, там, через несколько домов, жила женщина. Она, ну, лечила травами, травой делала. И она много раз помогала нам и людям. И как-то я в детстве очень восхищался, наверное, ею. Вот, она была простая женщина с красивым тоже именем Христина. Христина, баба Христина, на нее говорила. Вот, может быть, оттуда, может быть, я не знаю, чего у нас в роду не было медиков. А в старших классах уже футбольное поле меня интересовало меньше. Меня интересовало поле, где можно было собирать что-то влекарственное. И интересовало меня анатомический зал. Вот, я туда по блату проходил, юный. И, в общем, вот так. Ну, вот так получилось. А вот то, что вы практикуете какие-то такие, ну, не очень традиционные методы лечения, вот как это пришло? Ну, вы, конечно, может быть, вопрос не очень такой приятный вам, но вы знаете, что некоторые осторожно относятся к этим гомеопатическим шарикам. Вот, и со страхом, думая, что там, ну, что-то даже такое мистическое может быть. Я вам скажу. И практикуете ли вы традиционную медицину? Конечно, конечно. Значит, вы знаете, во-первых, ложь в том, что традиционная медицина есть традиционная. Она каждые пять лет меняет свой состав фармакологический. Вот, и тогда слово традиция надо пересмотреть, что такое тогда традиция. Если это медицина, у нее, ну, как бы, ее запасы аптечные постоянно меняются, постоянно новые. Я помню, как твоей маме прописывали, когда прилил 52, а потом сказали, что это ни в коем случае нельзя принимать. Вот, и поэтому я вам одно скажу. Ну, это церковь не место для того, чтобы сейчас критиковать или, как говорит молодежь, наезжать на кого-то. Вот, не место, я думаю. Во время служения Богу, тем более пасхальные дни, вот, окрашенные фаминым неверием, там, в сомнении. Вот, но я скажу, что фармации, князь фармации, это торговля. Это, вот что. И поэтому там, где есть этот князь, нужно быть осторожным, потому что торговля, для них диагноз это товар. И вот почему постоянно все больше и больше диагнозов и все больше и больше лекарств, которые отрабатывают себя и выбрасываются в следующую по развитию страну. То есть они каскадами, они ступеньками отрабатывают свои деньги, эти лекарства. Поэтому те лекарства, которые были на Украине, там, 15 лет назад, и их можно, может быть, еще найти где-то в Африке. Вот, может быть. Но, еще работает на Украине лекарства, которые давно запрещены за океаном. Еще тут, скажем, тот же бисептол, он работает, а он уже 30 лет запрещен в других странах. Он отработает полностью себя здесь, здесь кредитирует, потом его выбросят где-то к нашим братьям темнокожим, да. Вот. Меня никогда не интересовала медицина, которая одно лечит второе количество. Меня не интересовало, это не для меня. Интересовала меня хирургия и травматология, я там работал санитаром с большущим удовольствием. Но потом я понял, что три смены тянуть, ночь не спать, потом еще это, мне как-то неинтересно. Это во время учебы, наверное? Это во время учебы, да. На травматологии? Да, я работал в травматологии, там бодрая медицина, там сложил, выписал, до свидания, сам выздоравливает дальше. Вот. Но там есть свои нюансы. А меня интересовала медицина, которая пытается следовать самому первому правилу, первой западной, которая есть в медицине, не на вредение. Поэтому, знаете, в Одессе евреи говорят, врач, который не вредит, он уже золотой. Вот. Вот это меня больше всего интересовало, поэтому я оказался в той медицине, которая умеет не вредить. А уже насколько ты можешь помочь, ну, по милости Божьей, кому что. Спасибо. А вот вы все-таки связались в своей жизни как-то с церковным служением, да? Это меня связали. Вас связали, да. Но я узнал, что вы являетесь диаконом в церкви благодати, да? Да, я этой церкви сочувствую, потому что врач и диакон, врач и пастор, это, в общем-то, это чуть-чуть такое, знаете, сомнительное это дело, потому что у врача, можно сказать, своя церковь, невидимая церковь, ты можешь за день взять на себя ответственность за одного-двух человеком, и тебе уже не до церкви, даже не до семьи. Вот. Поэтому, как бы, я не за то, чтобы медики в церкви имели большое церковное служение, потому что тогда, может быть, вопрос... Это, знаете, как военный врач. Вопрос, военный он или врач, он, ну, как бы, вот, это вопрос. Но, все-таки, все-таки я не захожу в братскую и не говорю, лишите меня этого. По одной причине, моя супруга действительно несет мое диаконское служение. В каком смысле? В том смысле, в том смысле, в том смысле, что, как бы, вот, мы сделали, занимаемся молодыми семьями, или даже будущими семьями, вот, то вот консультирование, вот, Таня... Души покучились. Да, Таня ведет группы, группы женские, несколько раз в неделю посещает, и когда они были подростки, а сейчас они уже мамки, они все равно смотрят на Таню, как на маму. Вот, что вот, она выращивала эти девочек и готовила их к семейной жизни, вот. Ну, где-то, где-то я подключался вот так вот, где-то вот в таком духе. Ну, по мере, по мере сил. Вот так. Слава Богу, и спасибо вам за такое короткое знакомство. Я думаю, что у вас еще есть что сказать из этой книги, но мы уже послушаем вас после пения хора. Пусть Бога следует.